Я вас приветствую, дорогие братья и сестры, и передошу вам сердечные приветы с Украины от ваших братьев и сестеркам. Мы вас любим, мы вас помним и молимся за вас и за Армению, особенно в свете последних событий. Мы хотим, чтобы вы собираетесь, чтобы вы собираетесь. Для нас это очень близко, потому что мы переживали то же самое совсем несколько лет назад и продолжаем переживать это. Мы всегда хотим, чтобы мы не будем рассматривать, а мы не будем работать. Поэтому, что происходит здесь, нам очень близко, и мы действительно от всей души желаем, чтобы действительно Действительно, Армения процветала, но, конечно же, больше всего мы желаем, чтобы люди в Армении обратились к Богу. Признали его господство и воздавали ему всю славу. Сегодня меня попросят что-то сказать и думала, что могу сказать вам и с Варданом утром мы говорили о любви и я говорю, как интересно, мы говорили о вещах, которые разделяют верующих даже, им не хватает любви для того, чтобы понимать и слышать друг друга. И я говорю, как интересно, потому что почему-то сегодня действительно Господь не на сердце положил один отрывок и одни мысли, которые были где-то примерно год назад у меня. Мы с молодежью проходили программу в молодежном лагере и изучали жизнь апостола Павла. Мы с молодежью, которые были в молодежном лагере и в молодежном лагере и в молодежном лагере. Вот его любовь к Богу была настолько сильна, что он изменил всю свою жизнь, ради служения ему. И мы смотрели на качество, которым он призывал верующих, чтобы они их имели. И мы смотрели, что мы не знаем, что они не хотели, чтобы они не хотели, чтобы они не хотели, чтобы они не хотели. И один из этих качеств или один из этих даров была любовь. И это очень известный отрывок, все вы его слышали много раз и все вы его знаете. Это первое послание Коринфянам, 13 глава. Но, как ни странно, этот отрывок чаще всего используют на бракосочетаниях. Но мы с Варданом сегодня говорили, что там нет свадьбы. Потому что перед 13 главой, в первом послании Коринфянам, есть 12 глава. И если вы будете следить за мной, с 27 стиха в 12 главе мы читаем буквально следующее. И в 12 главе мы читаем буквально следующее. Вы читаете только это? Да. Как вы читаете? Ну ты концернг глава. В 13 главе. В 13 главе. В 13 главе? В 13 главе. В 13 главе. В 13 главе. Да, в конце 12 главе мы будем в 13 главе. Да. Продолжение следует... 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 И они не говорили, что у них не так произошло в отношениях. Они сказали просто, что наша любовь умерла. Они к этому вроде как не имели никакого отношения. Но это не так. Мы ответственны за то, что есть у нас. И если любовь по какой-то причине в нас умирает, затем начинаются потихоньку происходить очень страшные вещи. Дальше говорится, что любовь не завидует. Но в этот момент начинаются такие вот вопросы. Зависть. Почему у кого-то есть что-то, чего нет у меня? Почему кто-то лучше, чем я? Может, мы начинаем себя с кем-то сравнивать. И стараемся подчеркнуть собственную значимость. Но мы читаем, что любовь себя не превозносит. И когда мы сами себя убедили, что мы действительно серьезные люди и очень много значим, когда мы начинаем смотреть сверху вниз на других людей. Но любовь себя не превозносит. И иногда люди делают страшные вещи, чтобы привлечь к себе внимание. И многие люди начинают себя неприлично вести. Но любовь не безчинствует. И, естественно, она не ищет своего. Поэтому мы смотрим не на себя любимых, а смотрим на всех вокруг. Любовь не раздражается. Она не помнит зла. И в чар банчим отдаются. Чи ишим чар. Проверяйте себя, появляется ли вот какое-то такое раздражение, злость может быть на кого-то. И в чар банчим отдаются. И многие люди с подозрительностью относятся к друг другу. Они не смотрят так, не то сказал, а что имел в виду. И вот как раз это происходит, когда не хватает этой любви. И вот если не дай бог человек, которого мы не любим, оступается, если у нас не хватает любви, и некоторые люди даже начинают рады. И я считаю, что мы не рады, что мы не рады, как ни счастья близкие. Мы не можем, что ни в чем не будет, не будет. Нужно, что мы не можем, что мы не можем. Трудно радоваться успехом и росту ближнего, если нет любви. Мы не можем, что мы не можем, что мы не можем. В новом переводе сказано, что любовь ликует, в русском новом переводе, ликует вместе с истиной. Настоящая любовь всегда радуется, когда таржистовует правда. Любовь вступает за всех, все верит, все надеется и все переносит. Любовь вступает. Любовь вступает. А вот дары, о которых мы говорили раньше, как мы видим, нет. Они даны для определенной цели и на определенное время. И если не хватает любви, что останется, когда эти дары прекратятся? С чем мы придем к Богу? Наши люди не хотят, чтобы мы не хотим. Наши люди не хотят, чтобы мы не хотим. В этом году, 20 лет назад, была очень популярна одна песня на русском языке. Христианская. В Санте-Али, я не хочу, что мы хотим, что мы хотим. Я очень волнуюсь, когда пою Соло. Поэтому я вам просто прочту этот стих. Наверное, можно без перевода, вы поймете. Да. Если бы душой искать любви у потока льющейся крови святого Бога на распятии, то перестал бы я быть злым, неблагодарным и чужим. Если бы тревогу сбросить с плеч, если бы огонь в душе зажечь, огонь любви святой и действенной, чтобы с души лилось тепло, и от любви бежало зло. Если бы любовь росла в душе, как сад цветов, и разливала, как весной, цветочный аромат рекой. Если бы любовь могла шагнуть чуть дальше слов, из мертвой стало бы живой, и для души не стало покой. Христос сказал, как узнают, что вы Мои ученики. Если вы будете хорошо проповедовать, сможете всех исцелить, накормить всех голодных, если будете иметь любовь между собой. И я искренне желаю и себе, и вам, и нам всем иметь эту любовь между собой, чтобы люди видели Бога нас и прославляли Его, и обращались к Нему, потому что они бы видели любовь. И я искренне желаю, что мы будем жить в себе в мире, и мы будем жить в мире, и мы будем жить в мире, и мы будем жить в мире. Пусть Господь благословит нас всегда.